Это хорошо, когда детки на собрании, даже пускай сидят, не понимают, хотя бы что они были, чтобы они ощущали Дух, который здесь, чтобы я ощущал именно Божий Дух, и тем чаще, тем лучше. Даже, может быть, некоторые считают, что они ничего не понимают, ничего не получается, но больше получается, чем вы думаете. Аминь. Ну, хорошо. Самое главное, просто быть послушными, чтобы детки, чтобы вся семья была на собрании, и все будет хорошо. Аминь. Давайте, вот Битие, 30 глава. Битие, 30 глава. И мы уже здесь видели, как уже Яков, он как попал в такую семейную ситуацию, бывает, он умножается, и здесь уже у него уже Рувин, Симеон, Леви, и потом уже Иуда родился. А теперь мы уже продолжаем, и будем уже сегодня, наверное, с темпом, и будет, наверное, мало комментариев, ну, чтобы уже комментарии будут потом. Так что давайте, давайте читаем уже первый стих. И увидела Рахил, что она не рождает детей Якову, и позавидовала Рахил сестре своей, и сказала Якову, дай мне детей, а если не так, я умираю. Давайте помолимся. Ну, уже Господь, да, было такое благословение, особенно этот последний гимн петь. Господь, просто да, Твоя верность, она действительно великая. И, Господь, даже половина неизвестна нам. Просто каждый день Ты заботишься, Ты отвечаешь, Ты всегда доступен. Господь, нет ничего, которое Ты сказал, которое уже не сбилось. Все, что Ты обещал, Господь, Ты уже все выполнял. Господь, помоги Ты нам учиться от Тебя и быть похожи на Тебя в этом деле, и быть более верными. Господь, молимся, чтобы Ты благословил теперь, Господь, разбор Твоего слова, и чтобы это назидал братья и сестры здесь, и чтобы укреплял нашу веру. Господь, молимся, это все во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Ну, хорошо. Здесь самое первое. И увидела Рахил, что она не рождает детей Якову, и позавидовала. То есть, Рахил сестре своей. Так что, самый первый такой урок. Братья, уже здесь у нас несколько штук. Молодые мальчики и молодые уже мужчины. Может быть, да, они самые-самые красивые, но это не гарантия, что у тебя будет счастливый дом. И чтобы там будет мир, и что там будет и радость. Может быть, фигура есть, может быть, она талантливая, может быть, она очень красивая, но если сердце неправильное, если сердце не с Господом, тебе будет тяжело. И здесь видно, что уже у Иакова и довольно быстро уже четверо детей. Кажется, что, наверное, в течение... Кажется, что два-три года уже появился. То есть, жизнь менялась. То есть, бедный человек уже семь лет, да? Семь лет служил, а потом уже попал в долгах. Семь лет служил, все было хорошо, женился, не получилось ни то, было обманутым, не читал он мелкий шрифт, он просто... Все очень эмоционально, и очень я хочу, я хочу, я хочу. Подписался уже, и Лавань его обманул, и потом еще семь лет, получается, уже в долг попал. Так что у него был бюджет, наверное, на одну жену, и уже получается, что уже двое из них. И, наверное, это... Я уверен, что были разные шатры, да? И уже, представляешь, уже расходы. А потом сразу четверо детей появились. Уже четверо детей, и каждый вечер за столом, вот все сидят, начинают кушать, и там Рахил сидит. И смотрит на сестру, и его служанку, и, наверное, она была постоянно злая, все у вас дети, детки непослушные, недисциплинированные, и начинается, наверное, постоянно уже... Ну, кидать... Ну, вы представляете? Можно... Нет, я не могу представить, насколько это было. Ну, тяжело. Просто здесь мы видим, что случится, когда человек упывает на свой плод, когда он не доверяет Господу, когда он решает быстрый путь или какой-то выход из неудобного положения, по-мирскому поступать, взял он нехороший такой совет, и надо было доверять Господу. И все. Но нет, он обманул Исаав, он послушал свою маму, придется уже уезжать, он один на земле, присоединился уже с семьей, и было как будто, слава Богу, но здесь уже вот так. Да, Рахия была красивая такая, все ее любили, все думали, что она будет самая-самая, и вот она. Что она? У нее проблемы с завистью. Она уже не радостная, и сказала Иакову, то есть она его обвиняет, ему обвиняет, за то, что у нее нет детей. И потом она угрожает суисидом, как будто. Да? Дай мне детей, или иначе я умираю. Представляешь, если у тебя была такая жена, она тебя обвиняет. Кошмар. То есть вот это уже, ну, такую радость. Яков разгневался на Рахию. То есть до этого он только раз, ну, у него было немножечко, не любил именно Лею. Да? А теперь уже одна большая радостная семья. Я уверен, что этот брат постоянно сказал, ой, работа, работа, было постоянно, мне надо на работу. Притча правильная говорит, что лучше там в пустыне, или лучше там на, там, где шифр дружится, Более уютно там на шифр ложиться спать в ночь, чем вот здесь. Яков разгневался на Рахил и сказал, разве я Бог, который не дал тебе плода, чрева? То есть проблем, видно, что это не было с ним. Уже четверо детей. То есть это проблема с нею. И она, ее проблема была, что она, ну, как сказать, дело в том, что она пока не видит Божьей рука в этом. И это неправильная такая реакция. Так что Рахил является один из этих женщин в Писании, которая неплодная. И их семь, у нас Сара, самая первая, в Битее 16 глава, Ревека, тоже 25 глава, Рахил, вот здесь. Потом жена, это Миноя, то есть жена, мама Самсона, это Суды. Ханна, первая книга царства, первая глава, мат Самуила. Потом у нас эта женщина из Шунима, или как Суним? Сузи, или как у вас? Это Илья, он молился, чтобы она получила ребенка. у вас Шуламид, Шуламидан, а город как называется? Суламид, ага. Потом Елизавета, Евангелие от Луки, первая глава, мама Иоанна Крестителя, и пятеро из них, очень сильные такие, прообразы, пятеро детей из них, очень сильные прообразы Иисуса Христа. Так что здесь было скрытно в Ветхом Завете уже, что вот Бог будет сделать чудеса в разжении миссии. То есть это уже такое было прообразом миссии. Третий стих. Она сказала, вот служанка моя Вала, войди к ней, пусть она родит на колени мои, чтобы и я имела детей от нее. И опять это считало, как рабы, служанки, вот такие считались, как личная, частная собственность. Так что, ну, тогдаший мир, и мир до этого, и даже самый-самый, по-моему, старый, такой, как называется этот, код хамурави. Хамурави, там есть один из этих законов, где, да, время тогда подтверждает уже здесь Библию, что они считали это нормой. рабы, то есть рабы могут, то есть можно, если захотелось, чтобы детки рабы уже были уже своего хозяина. То есть можно было бы так. Это дико для нас сегодня, но тогда это было именно так. и это выражение, что на колени мои, имеется в виду, когда она рожала, чтобы она, ну, уповала, как, я не знаю, почему-то здесь акушерки, и врача, они обучены в университетах, и они не умеют, они только могут уже на спину. И этот, не знаю, всемирная ассоциация акушерков, где рождение более естественно, самое первое правило их, у них есть несколько правил, за которые они борются, ну, против вот этого, все это, ну, глупости, что нельзя заставить женщину лежать на спину, если она не захочет во время рода. То есть вот такое дело, что женщина, она найдет свое положение, если даст ей, она знает, как, ну, как бедро, или как, ну, как тело нужно двигаться, чтобы было легче для детей. И у нас всегда было лучше на колене, всегда было быстрее, всегда было лучше, без проблем, когда на колене, а это всегда было, вот, проблемы, когда заставляли вот здесь на спину. Всегда было, вот, какие-то там нюансы, всегда были проблемы, и даже и опасности. То есть он имеет в виду вот так, они уповали. «И дала она Вала служанку свою жену ему, и вошел к ней Яков». То есть он согласился на этот. «Вала зачала и родила Якову сына». То есть сразу. «И сказала Рахил, судил мне Бог». И да, он ее судил, получается. «И услышал голос мой, и дал мне сына, посему нарекла ему имя Дан». Дан обозначает судья. Вот. Вот. и теперь. И получается, что ну уже Рахил здесь и еще зачала и родила Вала служанка Рахила другого сына Якову и сказала Рахил «Борбою сильную борелась я». Видишь? Видишь, как она как будто она сама рожала и она хвастается как будто она такая «Я сестрою моею и превозмогла и нарекла ему имя Ну Нефалим». И это получается его имя обозначает как борба. Нафталай или Нефалим обозначает борба. Так что уже добавлялся в течение несколького времени и еще двое. Так что уже у него сестры детей. И наверное в течение не знаю наверное в течение уже 4-5 лет уже сестры детей. И они все мальчики. Уже растут уже этот Рувин растет уже Симеон и Леви они самые такие старшие уже начинают уже дерутся с друг другом. И ты представляешь как они уже как детки бывают они говорят что вот он трогает меня он смотрел на меня он сел вот то что я хотел кушать почему у него больше чем у меня представляешь это вообще ужас и еще время Лия увидела что перестала рожать и взяла служанку свою зелфу и дала ее Якову в жену и зелфа служанка Лина родила Якову сына и сказала Лия прибавилась и нарекла ему имя Гад и да то есть у нас прямое ну то есть как толпа прибавление вот такое имеет ну говорит так что здесь продолжается и стало интереснее и интереснее и вот 12 стихи родила зелфа служанка Лии другого сына Якову и сказала Лия к благу моему ибо блаженною будет называть меня женщинам и нарекла ему имя Асир этот Асир обозначает просто блажен или счастливый вот и Рувин пошел во время жатвы пшеницы и нашел мандрагорове яблоки в поле и принес Иклии матери своей и Рахил сказала Лии дай мне мандрагоров сына твоего мандрагоров сына твоего ну смотрите пожалуйста песен песне это такой плод был люди об этом пишут давайте песен песне и мы его мы о нем читаем вот здесь песен песне седьмая глава песен песне это песен любви песен песне вот седьмая глава и 14 стих в синодом тексте 14 стих в синодом тексте 13 стих в библии Карла Якова мандрагоры уже пустили благовонные и у дверей наших всякая превосходные плоды новые и старые это сберегало я для тебя мой возлюбленный они говорят что плод сама она очень ядовитая такая ну я знаю что вот ну можно немножечко использовать и считается как это как называется по-русски афродизиак афродизиак и тоже умножает способность зачатия то есть всегда знает его вот так почему именно вот такой ровень то есть может быть Лея специально его послала туда может быть у нее были какие-то там планы мне кажется постоянно она дерулась уже с сестрой у нее наверное какие-то там планы были и потом Рахил это все видела и Рахил сказала Леи дай мне Мандрагоров сына твоего но она сказала ей неужели мало тебе вот видишь мало тебе завладеть мужем моим представляешь мужем что ты помогаешься и помогаешься и Мандрагоров сына моего а домогаешься вот да домогаешься и Мандрагоров сына моего Рахил сказала так пусть он ляжет с тобою в эту ночь за Мандрагоре сына твоего вау так что этот стих сам по себе говорит что наверное было несколько уже шатрах и Яков видно что он он просто ночевал постоянно с Рахил и представляешь там один муж один мужчин четыре шатрах каждая мама со своими детьми и он у него привычка каждый вечер уже спит с Рахил вау это вообще почему никто не делает уже кинофильм вот этого вот милая опера тебе вот на и мне кажется что это интереснее чем Санта Барбара или что-то такое Доласа но она уже я не знаю как этот Яков он наверное вообще насколько уставший после этого потому что не забудьте что Лаван поменял его зарплату десять раз пока он там был получается что ему надо содержание уже четверо жены надо сколько там уже детей и на зарплату которая наверное мизерная такая и наверное они уже начинают завидовать друг другу и он старается самое наилучшее давать наверное Рахил потому что он договорился только на этот понимаешь он только хотел такое дело и получается что вот уже на такой скромный бюджет ему надо кормить уже столько детей столько их жен и они постоянно завидуют друг другу и вот он пришел домой наверное вообще такое еле еле уже живой живой и потом вот Лея та которая ты немножечко еще я не знаю простил ее или нет но она говорит я уже как сказать ты мой сегодня вечером ты мой раб за что ну если ты хочешь чтобы твои Рахил имели мои вот это мандрагоры ты хочешь чтобы было мандрагоры у Рахила он говорит да я хочу это вообще ну тогда оплати я как пришел с поля вечером и Лия вышла ему навстречу и сказала войди ко мне ибо я купила тебя за мандрагоры сына моего и лег он с нею в ту ночь вот цирк и услышал Бог Лию и она зачала и родила Якову пятого сына так что умножается и умножается очень хорошо видно что уже и Лию она ну она молилась она молилась об этом и Бог ответил и сказала Лия Бог дал мне возмездие мне за то что я отдала служанку мою мужу моему и нарекла ему имя и Закар то есть и Закар обозначает то есть возмездие или награда возмездие или награда вот и еще зачала Лия и родила Якова шестого сына и сказала Лия Бог дал мне прекрасный дар теперь будет жить у меня муж мой ибо я родила ему шесть сынов и нарекла ему имя это самое Зевулон Зевулон вот вот теперь он будет жить у меня муж мой Зевулон обозначает обитат обитат или прибыть прибывать да или вот прибывать обозначает прибывать потом родила дочь и нарекла ей имя Дина наверное все было там очень очень громко наверное очень плохо спали наверное бедный Яков только отдыхал на работу мне кажется и постоянно было нужды постоянно ропот постоянно вот этот зависть постоянно вот представляешь Библия говорит что тяжело для отступника жизнь тяжелая для отступника и вот здесь Яков он прекрасный такой пример но Бог конечно в этом все Бог имеет свой план в этом все Бог будет учить Яков кое-что и он будет учить и Рахил тоже 22 стих и вспомнил Бог о Рахиле и услышал ее Бог то есть она здесь уже не ропщут она уже тоже молится она уже научилась не просто завидовать других она уже научилась не угрожать мужу она научилась что Бог было в этом все муж был прав Бог был тот и Бог это все сделал чтобы ее смирить и здесь уже и услышал ее Бог и отверз утробу ее сделал ну этот мандрагорий наверное что-то помогал может быть я не знаю Бог это все сделал и она начала и родила сына и сказала снял Бог позор мой снял Бог позор мой это обозначает вот добавляет а вот и нарекла ему имя Иосиф сказал Господь даст мне и другого сына то есть она здесь прочувствует немножечко и она сказала в первом стихе дай мне детей или сыны да детей и она сказала в множественном числе дай мне детей она сказала и здесь она как раз получила вот сын и она уже это дало ей уже ну надежду и она сказала что и даст мне и другого сына и так и получилось и после того Рахил родила Иосифа Яков сказал Лавану отпусти меня и пойди и я свое место и свою землю и вот и Вениамин обозначает сын моего правая рука Вениамин сын тесницую или как правая рука интересно что Дина обозначает тоже суд это дан обозначает тоже вот как суд наверное было немножечко прикалован немножечко вот этого дела ну вот у нас получается уже времени нет мы прошли уже сколько здесь сегодня уже это вообще наверное первый раз как раз мы начали изучать Бития первый раз когда мы больше 20 стиков в течение часа прочитали ну и Яков собирается уже уезжать уже 26 стихе и 25 стихе ну хотел тебе вот что вот сказать в следующей неделе мы будем смотреть такое интересное такое вещь но не будем сегодня вечером потому что времени нет но сейчас ради нашего духовного назидания что можно учиться от этого все ну новый завет говорит что все это было записано ради нашего назидания что где-то здесь есть вот какое-то благословение и очень видно что как будто здесь скрыто в этих значения имен немножечко как развитие христианской жизни во-первых рувин обозначает смотри и это уже как нам надо он сказал как змею было вознесено вот в пустыне и все что надо было делать просто смотреть и они и исцелились и так все что надо смотреть и верить на Иисуса и уже это начало спасения потом симеон обозначает слышал слышание и Библия говорит вера от слышания и слышание от слова Божия то есть такой урок мы смотрим на Иисуса слышим слово Божие и вера появляется и потом когда уверуем левие обозначает союз или объединение то есть написано первое Коринфянам что тот который объединен уже с Господом есть один дух у нас это духовный союз с Иисусом потом после этого после спасения у нас хвала иуда обозначает уже хвала вот так что начинается христианская жизнь верующий уже радостные вот такие потом после иуда было дан дан обозначает суд и так что нам надо судить себе и надо судить каждый день это немножечко объясняет ежедневная жизнь верующего человека потом нафолим обозначает борьба так что апостол Павел сказал офисианам 6 глава что мы боремся не с плотью с кровью но вот с мироправителей вот это века всего и все остальное и так что мы боремся наша христианская жизнь уже верующие они становятся уже более зрелые они более полезные они более вот такие плодородные но для этого надо борется с грехом надо борется с плотью с миром с дьяволом потом God после этого обозначает толпа или прибавление и это уже как сказать общение с другими верующими вот откуда у нас сила сегодня вечером нас с нами было благословение было благословение слышать уже свидетельство было для меня благословение слышать молитвы мне было благословение просто вспоминать как я особо получил благословение как молитва брата Витя и вспомнил вот как этот брат уже возрастал в Господе этот брат раньше не так молился я не знаю вы заметили или нет но я заметил этот брат растет и это благословение и песни сегодня это вообще было для меня было хорошо была пауза с вами просто остановиться и я просто поражаюсь насколько Господь велик его милость я говорю вот вот как мы еще здесь уже 27 лет сколько раз я думал что уже конец света будет катастрофа уже больше не будет уже было сколько раз надо было улететь надо было потом уже спина потом банкротство или что-то другое сколько раз мы думали что вот уже здоровья наше не будет и Бог постоянно просто он верный и это когда у нас есть общение мы обычно слишком заняты мы слишком отвлекаемся когда в наших домах аминь когда здесь взор и внимание и все на Господе и это благословение то есть гад обозначает толпа а потом асир обозначает счастливый или блаженный и конечно результат этого общения с братьями и сестрами это что мы вот такие счастливые потом исакар обозначает награда то есть служение если мы верно и продолжаем служить начинается видеть уже благословение и плод от нашей служения зевуло он обозначает обитание и там ну можно вот так он сказал надо пребывать в Господе он сказал вот пребывай во мне он тоже сказал вот надо заниматься пока он не придет то есть вот такое дело потом Иосиф обозначает прибавление или награда и у нас в конец нашего христианской жизни мы появляемся на суд свидетельщика Иисуса Христа когда у нас мы получаем наши награды и потом Вениамин обозначает сын моего правая рука и то есть конец нашей веры мы будем у Господа прямо близко в лесницу ее аминь так что интересно только Бог смог подобного такой как включить в тексте вот так что вот именно имена непонятные и во время вот этого ужаса зависть и споры и сплетни наверное и воровство или что-то там и дерутся и жалобы и из-за этого все Бог вот так сделал чтобы мы уже три с половиной тысячи лет спустя мы здесь читаем об этом все и мы видим уже Божья рука в этом все так что все содействует ко благу братья и сестры всем любящим его аминь но это уже духовный урок для нас сегодня из этого текста и следующая среда мы еще увидим вот еще такие вещи так что спасибо что вы пришли надеюсь что это было благословение для тебя и чтобы было назидание все станьте пожалуйста долстан Продолжение следует...